В Омске вынесли приговор водителю, сбившему женщину с тремя детьми на пешеходном переходе по улице Светловской. В момент аварии мужчина просто потянулся за сигареты, когда снова посмотрел на дорогу, уже не успел затормозить. В своем последнем слове Аладдин Горчуев встал на колени перед пострадавшей семьей. Какое наказание понесет виновник ДТП, узнал Данила Выжевский. Курение убивает. Это Аладдин Горчуев теперь знает наверняка. Водитель с 30-летним стажем отвлекся на несколько секунд, потянулся за сигаретой и сбил на пешеходном переходе целую семью. Мать и троих детей. Девочка 6 лет погибла на месте, а ее маму и двоих братьев доставили в больницу с тяжелыми травмами. Аладдин тогда скрылся с места ДТП, но потом сам пришел в полицию. Произнося последнее слово, он встал на колени перед пострадавшей семьей. Я предыдущий в Светловской заседании говорил, что я готов в любое время встать на колени перед вами и просить прощения. Я это сделаю сегодня. Простите, пожалуйста. При этом Горчуев даже не просил суд смягчить ему приговор, который оказался предсказуемым. Три года и три месяца в колонии общего режима. Также виновник выплатит семье ущерб в размере 2,5 миллионов. Задачиваем наказание в виде трех лет, трех месяцев решения свободы с решением права заниматься дитинской деятельностью сроками на три года. Задачиваем наказание в виде решения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговором, похоже, остались недовольны все, кроме подсудимого. Семья, потерявшая ребенка, будет настаивать на пересмотре наказания. Любой приговор, который был бы здесь озвучен, я бы им был бы недоволен. Добиваться чего-то еще, ну, скорее всего, что да, будет апелляционная за жалобу. Апелляция будет. Не устроил приговоры в сторону защиты. Адвокат обвиняемого считает такой приговор несправедливым. Говорит, это неумышленное преступление средней тяжести, наказание за которое – колония-поселение. Но суд может изменить решение в пользу общего режима, исходя из обстоятельств. Что, в принципе, суд и сделал по своему внутреннему убеждению. Значит, в этой части мы будем поэтому обжаловать на колонию-поселение. Ну, и по исковым требованиям, я считаю, они чрезмерно завышены. Не потому, что я каким-то образом оцениваю жизнь человека, а исходя из материального положения своего подзащитного. После аварии прокуратура вынесла ряд требований к пешеходному переходу, на котором и произошла трагедия. Сделать освещение и нанести разметку на пешеходном переходе по улице Светловская уже потребовала прокуратура. Суд поддержал надзорный орган. Здесь по-прежнему темно по ночам и нет зебры. Об аварии напоминает только вот этот венок. Данила Выжевский, Артак Мураян. Новости здесь. Омск.